Ученики 45-й Самарской школы вошли в десятку команд финалистов городского конкурса, посвященного творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Принять участие в этом конкурсе ребятам предложила их учитель русского языка и литературы Ольга Кувандыкова. По ее словам, благодаря конкурсу школьники имеют возможность больше погрузиться в творчество солнца русской поэзии. В наше время, особенно в современном мире, когда для ребят очень много соблазнов, гаджетов и прочее, очень важно нам, как учителям русского языка и литературы, приобщать ребят к чтению, показывать им такие места, которые их мотивируют для того, что нужно и интересно заниматься чтением. Городской конкурс по неведомым дорожкам проходил в два этапа. На первом – заочном. Команды искали места в городе, связанные с творчеством Александра Сергеевича, готовили его любимые блюда и делились результатами в соцсетях. Ребятам очень понравилось, потому что для некоторых что-то открылось заново, некоторые улицы вообще ребята не знали, что такие у нас существуют. И пока мы вообще путешествовали по городу, мы как бы с ними и готовились, изучали много нового. Показалось очень интересно. Раньше такого формата у нас не было. И для меня было очень интересно узнать, какие у нас в Самаре есть места, которые связаны с поэтом. В честь дня рождения поэта в программе библиотеки было и чтение стихов. Любой желающий мог выступить с любимым произведением Пушкина и послушать, как это делают другие. Что показал, допустим, наш конкурс, что молодежь хочет участвовать в таком интересном проекте, молодежь хочет путешествовать, молодежь хочет читать, молодежь хочет что-то узнавать. Это, конечно, приятно. И это важно, что 225 лет прошло со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А сегодня мы собираемся и обсуждаем, и мы читаем. Конечно, сегодня стихи мы будем читать. И мы еще раз вспоминаем нашего самого величайшего поэта. Победители конкурса «По неведомым дорожкам» получили в подарок электронные книги, а также по решению жюри в отдельных номинациях участникам вручили сборники произведений Пушкина и билеты в театр. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.